итак всем привет ребят с вами flutter green и сегодня у нас продолжается академия дэш собственно а окей еще ролик не начался и мы можем уже увидеть собственно меня давайте интересно даже что скажет сам soundbring а перед началом этого видео я хотел бы сказать спасибо флаттеру грину который делает на меня реакции счастья и удачи тебе в развитии твоего дела и еще хочу сказать спасибо юси тысячи которые задонатил мне единственный из всех задонатил доначан алиц 15 рублей мне кстати это самый человек тоже донатил собственно и тебе спасибо за то что делаешь комиксы я собственно получаю просмотры за них тебе спасибо 1000 сейчас и да тебе тоже удачи с развитием канала я всегда уверен что я правда вот знаете по поводу канала soundbring я не понял зачем он начал озвучивать семена тьмы суть в том что если бы вот как академия дэш он продолжал озвучивать те комиксы которые никто не озвучил было бы все круто но семена тьмы и так уже озвучил а его черт комикс у которого немало подписчиков так что в чем смысл я не пойму но ничего если я захотел озвучить своим голосом этот комикс в этом нету ничего плохого что же давайте-ка начнем вот непруха г университет слил больше игр чем команды юниоров плевать всех игр не выиграть и чтобы я больше не слышал что ты зовешь меня так может быть могла бы если бы били не был соло игроком файрфлай ты не против поговорить со мной в пути прости дерпи но мы здесь остаемся здесь еще на денек я хочу встретиться с кузиной может поговорим завтра когда я вернусь клаудсдель ну ладно дороги флай давно не виделись а это дэш рада знакомству парк говорит что мы встретиться с тобой у тебя в квартире только не говорит что живешь на аллее боулинга места в общежитии закончились университет проявил фантазию я живу выше по дороге а сейчас я просто возвращалась работ как ты работаешь здесь значит мы можем поиграть на халяву дэш это невежливо черт возьми да крутяк как твоя мама плотно подсела на составление генеалогического древа семьи теперь когда папка лажает она обожает напоминать ему что он потомок канцлера пудинга голового значит вы с дэши парочка и как давно файрфлай ты рассказала мы же договорились держать это в секрете расслабься файрфлай лишь упомянула что у него было свидание и глядя на ваше поведение между собой не нужно быть семи пядей во лбу чтобы сложить два едва но где-то с ноября месяца мы просто дружили а на прошлой неделе наконец открылись своих чувствах мило понимая почему хотите сохранить это в секрете лет такого не примет но осталось недолго всего 7 месяца доучиться и вы свалите из этой тюряги в колледж да ну да я уезжаю осенью но дэш мне нужно отучиться на два года больше оу не страшно мы будем переписаться регулярно иногда прилетать в гости все что потребуется для сохранения отношений помнится с моим парнем из летней школы мы давали похожие обещания перед тем как разлететься по разным колледжам не стану врать мы трех местом не продержались если у тебя так не получилось это не значит что у нас тоже не выйдет да верно в любом случае это не мое дело может перекусим тут рядышком в киоске здоровски жарят вафли моя соседка съехала пару недель назад так что можете занять ее комнату я сменила простыню на кровати и все такое спасибо медли позднее а медли вроде ничего так клевая не хочу чтобы это закончилось блин а так клевая не хочу чтобы это закончилось да это будет очень грустно дарова гэ это у тебя один из тех комнатах арджи эм нет как отдохнула фили весьма неплохо кузина фаерфлай сводила на спортивный музей у них есть целый зал в честь вандерболтов милла ну раз уж ты вернулась я бы хотел о тебе кое о чем спросить наша компашку устраивает тусовку завтра ночью в доме дядя билли не хочешь сходить чертова лента лол давай помогу ну так что скажешь о чем а вечеринки ты приглашена даже не знаю а билли там будет вообще да это и была его идея ладно ладно моя идея дэш ты себе даже не представляешь как сложно было заставить его проглотить свою гордость и дать согласие почему я должна поверить ему потому что он обещал дэш клянусь он решил попытаться все наладить ладно я в деле так когда говоришь она будет завтра 8 часов вечера согласилась и все что это что тут происходит я не знал что младшая команда провела столько успешных игр приходите поболеть за нас болтер мэри в эту пятницу даровки дэш скольная газета написала про нас статью все за нас очень рады фигасе там и на первой странице а мы знаменитый интересно файл файл уже видел стоит прессии за другой столик прости но я не видел ее скорее всего она появится на тренинге кто-нибудь видел дерпи или firefly сегодня наверно они обе желудочным гриппом борются тренер файл файл дерпи не явились можно я их поищу прости дэш но ты знаешь правило нельзя уйти пока не прозвенит звонок позже двигайтесь наше тайное местечко без меня я доберусь туда через пару минут дерпи firefly вы пропустили тренировку о всем нормально firefly адаптер беременна тише соседи могут услышать но она не выглядит беременной всего третий месяц слишком 0 для внешних проявлений именно это не человек про спойлерил сразу же после вот серии где я сделал реакцию в момент когда происходило эта тусовка на которой все случилось у дерпи она беременна уже три месяца и до сих пор молчала давно она знает с тех пор как мы водили и медпункт даже не представляю в каком шоке она находилась а мы не поддержали и дэш что так как мы могли поддержать ее если она ничего нам не говорила она пыталась дважды филадельфии но я каждый раз был слишком занята занята игрой и тобой где она сейчас не знаю час назад она ушла медсестра дала дерпи неделю на то чтобы рассказать все родителям после чего она сама им позвонит возможно сейчас дерпи говорит с ними что если родители заберут ее школы дэш это нужно сохранить в тайне а если кто-то узнает то родители дерпи смогут узнать все до того как она с ними поговорит хорошо я буду молчать но остальная команда захочет узнать что происходит решим это позже а пока а в ними меня пожалуйста у нее будет же ребенок так почему я за нее не рада добро пожаловать на наш тусняк желаете ну наверное потому что слишком рано вот они только в летной школе считаете а уже такое вот случилось типа поэтому наверное не рада это скажем так ребенок от чувака который просто решил на замену дэш взять дерпи которая хотела бы хоть с кем-то затусить в ту ночь путься по полной точнее дать не а где рыбал дыш развита вечеринка не в ее честь мы ее тут взяли замутили такой классный тусняк а дэш даже не покажется и почему я не удивлен уверена что она тренируется и потеряла ход времени пойду напомню ей она же обещала мне обещала быть вовремя пусто и земля сухая они пропустили штормовую тренировку если ты легла вздремнуть и проспала клянусь я а затем дэш сказала что ей надо навестить firefly в ее комнате и с тех пор мы о ней ничего не слышали что если случилось непоправимое последний раз повторяю это закрытое общежитие я не могу впустить вас без сопровождающего из жильцов о-о-о гильда здесь живет гильда мы старухи уродина гильда говоришь все случилось после той вечеринки и кто отец дэши боюсь для тебя нелегко будет это услышать я хочу чтобы ты пообещала мне не казнить себя за это произошедшим нет твоей вины не понимаю о чем ты да в чем дело случилось чего черт тусовка ты прекрасно знала как много это вечеринка для меня значит ты знала как трудно мне было уговорить били пойти на этот шаг ты знала что это был последний шанс с ним подружиться и ты обещала мне попытаться что ты можешь сказать свое оправдание клянусь вид да я собиралась туда пойти но случилось нечто такое что я просто забыла это твое оправдание найди себе силы скажи мне прямо что тебе куда интереснее любиться тут со своей девушкой чем пытаться сдержать обещание это не так вечеринка вылетела мне с головы потому дэш это нужно сохранить в тайне я бы хотела рассказать тебе но не могу прости да ты шутишь что ли я считал что мы подруги и это все что я получаю ты даже не доверяешь не настолько чтобы сказать причину по которой нарушил свое слово били был прав на твой счет я всем сердцем хотел чтобы мы все были друзьями тебе было на это плевать ведь так тебя заботишь ты сама жаль что я вообще с тобой знакома знать тебя не желая rainbow crash гильда постой постой мы же еще сможем сходить и вечеринку она же еще не закончилась да ну же гиддам не собираться не надо пожалуйста полетели а хочешь взять свой шарф перед уходом да нет 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 гильда гильда да брось открой дверь пожалуйста мне жаль ладно проваливай это какой-то трэш типа получается остается всего одна серия и автор перестал делать озвучку этого то есть автор перестал делать сам комикс после того как произошло такое вы вообще прикалываетесь я не пойму блин надеюсь хотя бы тут хотя бы что-то будет понятно что все все помирятся все будет хорошо и так далее ну да ладно всем спасибо за просмотр окей да многие и так понимать должны что я немножко сентиментальный что ж а всем спасибо за просмотр всем пока